Зайти к мастеру в гости всегда необычайно интересно, тем более в такой дом, где все сделано умелыми руками. Бывший начальник управления культуры из маленького сибирского городка уже 10 лет как живет на Кубани, и всякий раз, когда он привозит свои изделия на краевую выставку или ватамань, у его рабочего стола собирается уйма народу. Его работы источают дивные фруктовые ароматы. Уезжая из лесного края, мастер и не подозревал, что найдет в Юровке столько материала для работы. Красоту дерева можно всегда найти. Это просто срез шелковицы. Оставив какие-то элементы, маленько проточив, получилась вот такая ваза. Любой пенек или спил имеет ценность для мастера. Материал очень интересный. Это акация, или еще здесь ее называют глядичья. Она позволяет точить тарелки большого размера, причем они не лопаются. Это вот точилось буквально из сырого материала, когда летели брызги. Ну, маленько подсохли, потом доделка. Результат вот такие большие. Были еще больше, но меня их забрали. Тарелки из ясеня. Тоже материал очень интересный, правда, мне досталось его немного. Когда я обнаружил, что стоят уже пни, с этих пней, нарезал пластин, и вот с пластин получились вот такие тарелки. Александр Павлович несколько лет возглавлял Центр народного творчества. Сам учил и учился у умельцев. Мастерская во дворе не простаивает. Она дает душе умиротворение, а людям радость. К тому же работа с кубанским деревом – каждый раз открытие. Из шелковицы такое дерево. Сначала оно желтое, а потом со временем становится коричнево-шоколадный цвет. Ну, это надо, чтобы оно на свету полежало. Я сначала не знал, сделала, казалось, красиво, желтая шкатулка. Все. Прошло время, оно стало натурально такого черного. Без всякой морилки, да? Да, без всякой морилки. На полках мастерской заготовки, что называется, из сада-огорода. Но на выставках в это никто не хочет верить. И все равно расспрашивают о том, сколько же пород кубанских деревьев он использует. Вот хотелось бы еще что-то. Что у вас есть? Я говорю, пожалуйста, 20, даже больше. На выбор. Запиши, Саша. И все, давай перечислять, начиная от кедра, у меня кедровые были, значит, тарелки, дальше акация, шелковица, дуб, ясень, клен, значит, ива, тополь, потом дуб, можжевельник, яблоня, груша была, дальше абрикос, то есть... Из всего можно? Все у меня вот на столе все было. Потому что говорю, пожалуйста, выбор большой, что он, какое дерево интересует. К рукоделию такому у людей интерес неподдельный. Не каждый день увидишь, как из бересты рождается туисок, например. А в доме у болдырев такие работы служат полезные домашние утвари. Сделанные с любовью, они и в доме покупателей поселятся для здоровья. А еще, как хорошее напоминание, что возможностей для развития у человека всегда множество. Значит... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!